Всем привет! Меня зовут Татьяна, и я рада вас приветствовать на канале Татьяна Love Nails. В этом видео мы с вами будем выкрашивать вот такую кучу гель-лаков. Здесь их очень много, все они от одной торговой марки. Помимо этих гель-лаков, в видео будет еще много интересных, как девых товаров. Полагаю, что видео будет длинным, поэтому запасайтесь вкусняшками, наливайте себе свой любимый напиток, и всем приятного просмотра! Перед тем, как мы с вами приступим к выкраске этого огромного количества гель-лаков, хочу показать вам еще один товар. Это продукция компании Lostin. Nail Prep 3 в 1. Средство для дегидратации, обезжиривания ногтей и снятия липкого слоя. Здесь у меня представлен в объеме 130 мл. У этой компании есть также и другой объем 500 мл и 1 литр. Этот продукт имеет декларацию о соответствии. Вы можете нажать на паузу и внимательно все почитать. Здесь у меня представлено большое количество флаконов объемом 130 мл. На обратной стороне этого продукта указана вся абсолютно необходимая информация, мера предосторожности, применение состава, сроки годности. Очень удобно, что на каждом флаконе присутствует вот такая контролька. Вы точно будете уверены, что до вас этим продуктом никто не пользовался. Nail Prep 3 в 1. Он может применяться в работе как с натуральными, так и с накладными ногтями. Улучшает сцепление и увеличивает срок эксплуатации покрытия. Устраняет загрязнение, масло и влагу с ногтей перед нанесением искусственного покрытия. Средство обладает антисептическими свойствами и прекрасно подходит для обработки рабочего места. Уничтожает бактерии и обеззараживает поверхности. Всю эту информацию я вам зачитала с самого флакона, а теперь расскажу свое мнение. Этим средством я уже успела попользоваться. Вот мой открытый флакон. Средство очень экономично расходуется и мне понравилось с ним работать. Естественно, я работала с девочками и применяла непосредственно это средство. Как для обезжиривания ногтевой пластины, так и удаления липкого слоя перед тем, как нанести наклейки. Сейчас мы на это средство посмотрим в работе. Я возьму несколько видов гелей, нанесу их на ТИПС. Мы будем обезжиривать при помощи этого средства и наклеивать потом наклейки. Как вы знаете, наклейки на липкую поверхность не клеятся. Продукцию этой торговой марки можно приобрести как на Валберестак и на Озон. Все ссылки вы найдете в инфобоксе. Оба геля уже просохли. Просушила их в течение 60 секунд. И оба они имеют остаточный липкий слой. Для его снятия мы воспользуемся этим средством. Повторюсь еще раз, что здесь у меня объем 130 мл. У средства вот такой аккуратный носик и обычный спиртовой аромат. Вношу на безворсовую салфетку и удаляю липкий слой. Даю жидкости какое-то время испариться. И смотрим, липкого слоя абсолютно нет. После чего возьму вот такие яркие осенние наклейки, которые приклеим на ТИПС с гелем. Как вы знаете, эти наклейки клеятся только на поверхность, на которой нет липкого слоя. Смотрим на итоговый результат. Наклейки приклеились идеально. Все везде прилегает. Никто нигде не отпрыгивает, не отскакивает. Значит поверхность полностью обезжирена. Это средство без каких-либо ароматизаторов и отушек. Честно говоря, в таких средствах я их полностью не признаю. Мне нравится самый обычный спиртовой аромат. Почему я не люблю отушки? Поскольку на такие отдельные компоненты у вас легкостью может развиться аллергия. Со своей задачей это средство полностью справляется. Также у этого средства привлекательная цена. Вы сами сможете увидеть цены на эту продукцию. Эти геллаки я приобретала давно. Интересными и выгодными ссылками я делюсь в своей группе ВКонтакте. Помимо этого в группе есть еще наклейки для ТИПС, которые вы можете скачать, заполнить на компьютере, распечатать на бумаге с липким слоем и с удовольствием пользоваться. Как я ранее уже говорила, эти геллаки я приобретала давно. Продавец за это время сгруппировал все эти геллаки в определенной серии и продает такие флаконы сейчас только по серии. Однако у него появились новые флаконы объемом 10 мл. Эти же геллаки объемом 7 мл. На Алиэкспресс есть 3 магазина торгующих этой продукции. Ссылки на все я оставлю в инфобоксе. Точное количество геллаков, которые здесь находятся, я вам точно не подскажу. Позже, когда выкрасим, сможем их посчитать. Геллаки из этой же серии я выкрашивала в одну из распаковок. Это те самые представители, которые добрались ко мне быстрее всего. Здесь присутствует стандартная коллекция, я имею ввиду эмальевые оттенки. Также здесь есть кошечки. Помимо этого присутствуют еще топ и база. Хочу вам показать, в какой упаковке они изначально приходили. Каждый геллак в индивидуальной коробке, плюс эта коробка зафальцована. С обратной стороны на коробке указана вся необходимая информация. Указано, что за продукт находится внутри. Больше на коробочке ничего нет. И вот так выглядит сам флакон внутри коробки. На дне указана информация о сроках изготовления. Здесь они у меня от 24 февраля этого года. Сверху имеется наклейка, что очень удобно. Это действительно rubber-база, она очень густая. Сразу предлагаю посмотреть и топ без липкости. Топ густенький по консистенции. При его помощи можно сделать легкое выравнивание. Также у этого продавца я приобретала и матовый топ. Объем во всех флаконах одинаковый. Посмотрите, до какой степени он мутный. Наполнение во всех флаконах отличное. Предлагаю сразу же протестировать матовый глянцевый топ. Мне интересно знать матовый топ, насколько он придает матовость. И с липким слоем он или без. На глянцевом топе сразу указано, что он без липкого слоя. Единственное останется проверить, с оеофильтром он или без. Оба топа я просушила в течение 60 секунд. Посмотрите, какая шикарная матовость. К этому ноготку хочется прикасаться и прикасаться. У этого топа отличный глянец. Естественно, все нужно проверять в работе. И он с оеофильтром. Из всех оттенков, которые представлены в палитре, которые мы с вами будем выкрашивать, я выбрала специально белый и черный. Кстати, у продавца отличная скидка на эти цвета в объеме 10 мл. Ссылки вы также найдете в инфобоксе и в первом закрепленном комментарии. Белый оттенок номер 121 и черный номер 128. В два слоя эти гель-лаки смотрятся прекрасно, выносятся они легко и хорошо самовыравниваются. Кто давно меня уже смотрит, те знают, что я предпочитаю гель-лаки наносить в два тонких слоя, нежели в один средний и потом думать, просох он или нет. Далее мы с вами будем выкрашивать цвета абсолютно рандомно, на экране я буду подписывать вам номера. А пока мы с вами будем выкрашивать, просьба в комментариях написать вопросы, на которые бы вы хотели получить от меня ответ. Аналогичный вопрос я задавала и в группе ВКонтакте. У меня спрашивали, какое покрытие лучше, под кутикулу или встык. Все, конечно, зависит от строения самих ноготков. У кого-то есть то самое подкутикульное пространство, а у кого-то на самом деле его и нет. Поэтому не каждому получится выполнить покрытие под кутикулу. В группе у меня также был запрос показать свое рабочее место. Видео с моим рабочим местом есть. Единственное, что некоторые ящики для хранения у меня пересортировались в соответствии с количеством гель-лаков и остальных декоров для ногтей. Комментировать нанесение каждого оттенка, конечно же, я не буду. Я думаю, вы сами видите прекрасно, какой номер и как наносится, потому что оттенки есть как плотные, так и некоторые полупрозрачные. Мне нравится кисть в этих флаконах. Она не широкая. Я, в принципе, не люблю широкие кисти, потому что, когда начинаешь прокрашивать мизинчики, либо узкие ноготочки, обязательно широкой кистью что-то где-то зацепится. Все красное основное коллекции мы закончили, теперь приступаем к кошкам. У кошек точно такой же объем, аналогичный дизайн и аналогичный состав указан на обороте. Единственное, чем они отличаются, так это нумерации. Основная коллекция идет под номером АА, а кошки нумеруются ЦЛ. У продавца на момент заказа было представлено 11 кошек, и все 11 я решила приобрести. Кошатинку я очень люблю, и в этот раз вы можете наблюдать ее на двух моих руках. Как раз таки кошками от этого продавца я выполнила себе покрытие. Эти кошки очень интересные. В каждой из них содержатся мелкие голографические частицы. В стандартном месте с вами я выкрашу на камеру их в один слой, за кадром нанесу второй, покрою топом, и мы с вами полюбуемся этой залипательной красотой. Кошки очень классные, укрывистые. Вы сами можете видеть, что в один слой они достойно выглядят на прозрачном типсе. Поделитесь со мной в комментариях, кто еще любит эффект кошачий глаз. Посчитаем, сколько нас таких. И вот такой в итоге веер кошачьей красоты у нас с вами получился. Эти все кошечки обворожительны. Практически в каждой из них содержатся еще и голографические частицы. Эти кошечки мне нравятся за то, что они самостоятельны. Я имею ввиду, что в два слоя они выглядят абсолютно плотными и никто из них не просвечивает. Максимально приблизила камеру для того, чтобы вы смогли рассмотреть всю эту кошачью красоту. Очень красивые и залипательные цвета. Ни один оттенок не оставил меня равнодушным. Именно поэтому на обеих моих ручках красуются эти кошачьи красотки. А теперь настало время рассмотреть эмалевые оттенки. Отдельно я поселила белый и черный, а остальные цвета я рассортировала не по номерам, а плюс-минус по оттенкам. Претензий к этим гель-лакам у меня нет от слова совсем. Они хорошо самовыравниваются и шикарно смотрятся в два слоя. Конечно присутствуют очень похожие оттенки, но все они мне понравились. В процессе выкраски мы могли видеть, насколько мягкая у них кисть, она хорошо раскрывается, поэтому у меня никаких претензий в плане нанесения к ним нет. В этом видео мы с вами выкрасили 64 оттенка, плюс некоторые оттенки мы выкрашивали в раннем видео. Эти типсы я также поселила все вместе здесь, для того, чтобы показать все оттенки конкретно этого производителя. Получилась очень богатая и разнообразная палитра оттенков. Два оттенка под номерами 83 и 61 содержат мельчайший золотой микрошиммер. Смотрится это очень деликатно. Если вы думаете, что это все гель-лаки на сегодня, вы ошибаетесь. Не переключайтесь, дальше будет еще интересней. Вот такой дизайн был выполнен на моих ноготках в прошлый раз, и многие спрашивали, как я его выполняла. Сейчас я вам это покажу и расскажу. Для выполнения градиента я использовала три оттенка. Сегодняшние торговые марки, которые мы с вами выкрашивали, это номера 115 и 111, а также яркий нюнный оттенок от G-Like под номером 15. К сожалению, эта торговая марка больше не продается на сайте Алиэкспресс, хотя гель-лаки у них очень крутые. После того, как градиент просох, я буду использовать пластину от Nikol Dairi под номером 16 с нужной мне текстурой. Лак для стемпинга у меня от Lesley, бордового оттенка под номером 10. После чего покрываем тип стопом и получаем очень эффектный, при этом простой в исполнении дизайн. В качестве основного фона для второго дизайна я использовала два светлых оттенка. Один оттенок от Parkson, его номер 1327 и сегодняшняя торговая марка под номером 61. Эти оттенки схожи тем, что в обоих оттенках присутствует золотой шиммер. Два эти оттенка я также смешала в градиент, но они очень похожи, поэтому градиент практически был незаметен. Можно спокойно наносить любой из этих оттенков. Далее я буду использовать несколько пластин для стемпинга. Сейчас я вам быстренько их покажу, чтобы потом не заострять внимание в процессе выполнения стемпинга дизайна. Здесь есть пластины как брендовые, например, Nicole Dairi Bonfretti, так и пластины No Name. Я вообще не зацикливаюсь на пластинах каких-то брендов. Если мне на пластине визуально нравятся рисунки, значит она уже в моей коллекции. Лаки для стемпинга в маленьких флаконах у меня от Katz, их номера 34, 35 и 13. Также вот такой лак для стемпинга от Nicole Dairi и еще один красавчик от Katz, цвет розовое золото. Его номер G06. Элементы для такого дизайна можно выбирать абсолютно любые. Не обязательно из тех пластин, которые я вам показала. Вы можете подобрать те элементы, которые есть у вас в наличии. Точно так же вы можете подобрать и свою цветовую гамму. Такой стемпинг дизайн называется сборный, поскольку он собирается из разных элементов. Кстати, на моем канале есть очень полезное видео «Все о стемпинге». В этом видео я рассказываю и о материалах для стемпинга, а также о разнообразных техниках выполнения стемпинг дизайна. Ссылочку на это видео я оставлю для вас в верхнем углу, а также в инфобоксе. Пластину с надписью я перепутала, поскольку надписи действительно одинаковые. Отличаются они всего лишь размером. И вот мы с вами повторили эти дизайны. Светлый дизайн здесь сделан на основе гирлака Parkson, а здесь на основе той торговой марки, которую мы сегодня с вами выкрашивали, номер 61. По поводу градиента, на мой взгляд, здесь вся фишка именно в неоновом гирлаке. Дизайн с градиентом выполняется очень просто и выглядит очень круто. Напишите в комментариях, какой из вариантов вам понравился больше. Светлый вариант, либо вариант с градиентом. Далее мы с вами будем выкрашивать вот такое количество баночек. Здесь есть и новинки, и старинки. Давайте обо всем по порядку. Думаю, такие баночки знакомы уже всем. Здесь белые шестигранники в разной витражной основе. К сожалению, часть баночек ко мне пришли вот в таком состоянии. Они вроде как и не вскрыты, но в то же время уже пролиты. Баночки эти небольшие, объем у них 5 мл. Здесь у меня не все оттенки, которые представлены у продавца, а лишь 7 цветов. Их номера 4, 6, 7, 9, 2, 8 и 10. Сейчас мы это с вами быстренько выкрасим и посмотрим, как оно смотрится на типсе. Для нанесения я взяла новую плоскую кисть-язычок. Возможно, кто-то скажет, что такие шестигранники проще намешать самому. Но если честно, мне проще заказать уже готовый продукт. Поскольку для того, чтобы замешать, нужно иметь какую-то емкость. Затем найти те самые шестигранники разных размеров. Также в наличии нужно иметь свободную ненужную базу, которую нужно будет пустить в замес. И вот все эти шестигранники уже вместе. Смотрятся они очень круто. Такой вариант гель-лака можно использовать как летом, так и для новогодних дизайнов. От компании Boswin я приобретала аналогичные шестигранники, только здесь в прозрачной основе они цветные. Рекомендую и те, и другие. Смотрятся они очень классно. Настала очередь следующих баночек. Здесь у меня торговая марка Metacross. В основном здесь серия TF и одна вот такая баночка, ее номер B040. Очень удобно, что сразу на баночке присутствует выкраска, сразу есть понятие того, что лежит внутри. Кстати, некоторые из этих баночек с частицами, которые должны светиться в темноте. Мы это с вами также проверим. Объем этих баночек 5 мл, и замесы здесь реально очень интересные. Предлагаю на эту красоту позалипать вместе. В каждой баночке замешано такое, чего, наверное, я даже не догадалась бы смешать. Самый простой замес, это, конечно же, вот этот голографический. Здесь просто голографические блестки в прозрачной базе. А все остальные мне очень и очень понравились. Первые 4 оттенка содержат в себе частицы, которые должны светиться в темноте. Вы только посмотрите, какая же это прелесть. Очень круто. Мелкие шестигранники в первых трех оттенках светятся салатовым, в четвертом они светятся фиолетовым. Помимо этого в четвертом светятся еще и звезды, но они очень быстро теряют свой эффект. Тем не менее, эти замесы очень крутые, они классно будут смотреться как днем, так и ночью. Отдельно еще хочу показать вам номер 13. Вот так он выглядит на прозрачном фоне, на черном и на бортовом. Очень круто смотрится абсолютно на любом фоне. Они практически не топорщатся. Если кто-то где-то лег неровно, можно слегка подправить бафом. Предлагаю гель-лаковую тематику разбавить немного наклейками, потому что впереди нас ждут опять-таки гель-лаки. Да-да, вы не ослышались, именно гель-лаки. Я делала заказы с новогодними наклейками. Некоторые наклейки у меня дублируются по два раза, поскольку они мне очень приглянулись. Как вы знаете, наклейки в последнее время на сайте Алиэкспресс очень качественные, они тонкие и даже если случайно приклеились, то их можно только порвать, а не оторвать. А сейчас нас ждет большое количество товаров от Юашуга. Во многих магазинах есть хорошие купоны на эту продукцию. Именно с этими купонами я приобретала весь этот товар. Здесь у нас будет и гель, здесь много разнообразных гель-лаков с эффектами, без эффектов. Также будет продукция не только от этого производителя. Все это нам предстоит еще с вами рассмотреть и выкрасить. Хотела обратить ваше внимание на следующее. Как вы знаете, компания Юашуга принадлежит в Анпретте. Можно сказать, это продукция одного и того же завода. И на каждом пакете и на каждой упаковке, когда приходит продукция, здесь указана дата производства. Не дата упаковки и дата совершения вашего заказа, а именно дата производства. Здесь стоит три буквы MFG. Я вставлю вам сбоку расшифровку, что же это значит. Как вы можете видеть, в одном и том же заказе продукты от разной даты производства. 27.08.22 и 12.09.22. Конечно, это ужасно неудобно, потому что этот пакетик мы вскрываем, благополучно выбрасываем и забываем о всех датах. Конечно, можно взять маркер, переписать где-то на обороте эту дату, но это также не особо-то удобно, и со временем этот маркер может стереться. Надеюсь, производитель рано или поздно поймет, что эту дату лучше переносить на флакон, нежели на пакет. А теперь давайте дружно распаковывать под хорошую приятную музыку. Первое, с чего предлагаю начать, это гель-лаки из минеральной серии. Здесь у меня два оттенка, их номера 02 и 04. Объем этих флаконов 7 мл, и этот гель-лак в стекле. С обратной стороны указана вся необходимая информация. Гель-лак под номером 2 выглядит следующим образом. Много ершистых частиц, которые разлохматили кисть, и она стала очень пушистой. Гель-лак густой, как вы можете видеть, декора очень много. Хотелось бы этот гель-лак, чтобы был не настолько густой, чтобы все частицы хорошо разравнивались. Во всяком случае, во флаконе, как вы можете видеть, не совсем полное наполнение, примерно по надпись, поэтому, если что, можно добавить сюда и жидкую базу. Второй флакон аналогичный, наполнение здесь немножко лучше. Первый гель-лак мы будем выкрашивать под номером 2. Очень интересный замес, много разного декора, крупного, мелкого. Мы с вами нанесли один слой. Невооруженным глазом видно, что все везде ершится и топорщится. Не очень мне это нравится. Все-таки в этот гель-лак, в оставшееся место, я добавлю жидкую базу. После добавления базы, вы сами можете видеть, какой послушный стал гель-лак. Всем частицам есть где развернуться, и они уже не настолько топорщатся. В гель-лак под номером 4 я сразу же также добавила базу. Посмотрите, все частицы хорошо распределились, никто нигде особо не выбирает и не торчит. Оба эти оттенка уже в два слоя и под топом. Как вы можете видеть, никто из них никуда не выпирает, не торчит и ничего с частицами не происходит. Достаточно лишь консистенцию гель-лака, как говорится, довести до ума. Далее мы с вами посмотрим на обычную базу. Раббер базу, матовый топ, глянцевый топ. Эти 4 флакона стеклянные, а вот люминесцентный топ уже в пластиковом флаконе. Обычная прозрачная база у этого производителя, как правило, жидкая. Она отлично подойдет как для подложки под гель, так и для покрытия любого дизайна. Глянцевый топ без липкого слоя слегка гуще, нежели база. При помощи него можно сделать легкое выравнивание. Матовый топ аналогичной консистенции, как и глянцевый. Густенький, мутный. Глянцевый и матовый топы просохли. Матовый топ, он больше сатиновый. И со временем, скорее всего, будет затираться и становиться полуглянцевым. Глянцевый топ, на первый взгляд, очень красивый. Но все нужно проверять в носке. Посмотрим с вами на люминесцентный топ. Наполнение отсюда я и не увижу. Примерно где-то половина. Консистенция также гусенькая. Люминесцентный топ вот такой мутноватый. Наносила я его в один средний слой. И в темноте он выглядит вот так. Очень красивый, яркий, салатовый. Следующий флакон это праймер. Мне нравится, что кисть кладут отдельно, а сам флакон закрыт плотной пробкой. В таком виде эта жидкость доходит в целости и сохранности. Флакон отлично наполнен. Праймер этот бескислотный. И мне нравится, что он после себя оставляет липкость. Она работает не только в качестве двустороннего скотча, когда мы выполняем покрытие. Но этот праймер можно использовать и для реверсивного стемпинга. Также для перенесения фольги. Как вы знаете, у этого производителя много красивых камуфлирующих баз. Я решила взять молочную под номером 15. И она не просто молочная, а с очень красивым нежным шиммером. Эта база как будто снежная королева. Вся искрится. Эти базы по своей консистенции густенькие, каучуковые и очень гибкие. Следующая коллекция гель-лаков – это светоотражающие термо-гель-лаки. Я взяла 6 оттенков. За кадром сейчас я их выкрашу и покажу вам итоговый результат, чтобы уже не утомлять выкрасками. И вот уже эти красавцы в два слоя и под топом. В теплом состоянии они практически все светленькие. И по центру типса – это цвет холодного состояния этих гель-лаков. Цвета все очень яркие, насыщенные, и в два слоя они выглядят достойно. Далее у нас с вами также термо-гель-лаки. Два гель-лака в стеклянных флаконах и два гель-лака в пластиковых флаконах. Здесь два оттенка, которые были в стеклянных флаконах, а здесь два оттенка, которые были в пластиковых. Вот эти три оттенка плотные даже в один слой, а вот номер 28 полупрозрачный. В два слоя выглядят отлично, и термоэффект у них очень интересный. Таких термо-гель-лаков еще нет в моей коллекции. Помимо всего прочего, номер 28 является еще и люминесцентным. То есть он светится в темноте. Следующие четыре флакона – это также термо-гель-лаки, но уже с золотой баталью. У меня здесь номера 15, 16, 17 и 18. И вот эти очаровательные красавчики уже в два слоя и по топам. По центру они так будут выглядеть в холодном состоянии, а весь остальной оттенок – это в теплом состоянии. Мне очень понравилось, что эти гель-лаки плотные, у них классное сочетание меняющихся оттенков, присутствует золотая фольга. Скорее всего, что это фольга, а не баталь, потому что частицы видно, что жесткие. Смотрятся такие гель-лаки очень эффектно, всем любителям термо рекомендую. Далее у нас с вами опять четыре гель-лака, два в стеклянных флаконах и два в пластиковых. Здесь стеклянные флаконы, и как вы можете видеть, эти оба гель-лака даже в два слоя полупрозрачный. Синий витражный очень красивый, плюс с голографическими блестками. Эти два оттенка очень нежные, нюдовые и с золотым шиммером. Следующий заказ, это маленькая баночка с блестяшками от Nude Acros, и два гель-лака брала их в довесок этой баночки. Баночка маленькая, да удаленькая. Вы только полюбуйтесь, какие крутые здесь шестигранники. Шестигранники в этой баночке малютки оказались волшебными. Сколько волшебных переливов, вы сами можете видеть, все цвета даже не перечислить. Эти шестигранники я нанесла еще и на черный цвет. Смотрятся они сногсшибательно. Такую красоту можно использовать абсолютно на любой цвет. Очень крутой замес. Также я выкрасила два маленьких гель-лака, и они отлично сочетаются между собой. Нам с вами осталось рассмотреть гели от Yvashuga. Эти гели маленьким объемом 15 мл, у продавца есть большой объем 150 мл. Ссылку и на те, на другие я оставлю для вас в инфобоксе. Ранее от этого же производителя у меня был гель, также в объеме 15 мл. Шикарный гель. Он не печет. Средне-густая консистенция. Очень похоже на теперешний гель от Bornov. Надеюсь, что эти гели будут такими же. Все четыре геля я вскрыла за кадром, и первое, что мне нравится, это цвет и наполнение. Цвета действительно очень нежные и вкусные. Консистенция у геля аналогичная, как и у геля от Born Pretty. Он не жидкий, как например в Full Beauty, но при этом он будет хорошо самовыравниваться. Оттенки у геля крайне приятные. Мне очень понравился вот этот оттенок, это Light Pink, он как будто молочно-розовый. Все остальные оттенки также приятные. Этот гель я просушила в течение 60 секунд, и он хорошо просох. На пакет я нанесла два цвета, белый и молочно-розовый. И этот гель абсолютно невозможно согнуть, никак. Белый слой у меня слегка потоньше, но он также не поддается никаким сгибаниям. Очень жесткий и прочный гель. Вот столько красоты мы сегодня выкрасили, с вами рассмотрели и обсудили. Надеюсь, такое видео было интересным и полезным для вас. Кто досмотрел видео до конца, пишет много красоты. А я ушла закупаться типсами. Всего хорошего! Увидимся!